Здравствуйте, мои прекрасные зрители, мои прекрасные хозяйки. Что ж, я вернулась из Паду и, признаться, я так давно хотела записать это видео, что я не дождусь до завтра, я записываю его сегодня, потому что, ну, потому что есть такая возможность. Этот лайфхак будет связан с кухней, он будет связан с яйцами. И скоро я запишу видео, как только у меня продыряется какая-нибудь резиновая перчатка, я запишу подобное видео с, на мой взгляд, классными лайфхаками. Они меня покорили. Где я вообще эти лайфхаки нашла и увидела? На каком-то японском канале YouTube я, на самом деле, чуть ли не полночи просидела, просматривая эти лайфхаки, и настолько они меня захватили. Часть из этих лайфхаков я знала, часть для меня оказались совершенно на уме, сейчас я расскажу. Итак, яйца. Возможно, вы думаете, что я буду вам рассказывать, что если вы варите яйца вкрутую, пожалуйста, не забудьте положить в холодную воду, чтобы потом яйца беспроблемно очищались от скорлупы, получается. Но да, это рабочий лайфхак, я сама очень часто забываю о нем, и тем не менее, он действительно работает. Вы сварили яйца, вынимаете и тут же их ладите в холодную воду, тогда вы без проблем, и самое главное, без потерь, что очень важно для рачительной хозяйки, очистите яйца, потому что есть риск, если вы этого не сделаете, что часть белка будет все-таки так сильно прилипать к скорлупе, что вы потеряете часть продукта. Но самый потрясающий лайфхак, который я, наверное, искала очень-очень долго и давно, это лайфхак, который связан с тем, чтобы потрясти яйцо. Сейчас у меня нет яйца, и я хотела взять его на камеру, но побоялась, вдруг оно у меня треснет, потому что все-таки этот лайфхак, он опробован, он рабочий, но, что называется, нужно приноровиться. Вы берете яйцо вот таким образом, не так, как я показываю в кадре, потому что нужно именно вот таким образом потрясти ваше яйцо. И когда вы через буквально минуту услышите, что в яйце есть жидкость, то есть это нужно делать вот так. Не вот так, не как-то так и не так, а именно вот так, как будто бы вы трясете какую-то погремушку. Как только вы услышите звук, что там плещется жидкость, это будет значить, что ваш лайфхак сейчас сработает. Что дает этот лайфхак? Наверняка многие из нас, разбивая яйцо, видели, как много белка остается непосредственно на скорлупе. И что остается делать? Либо очень долго ждать вот таким образом, застыв над чашечкой, либо пальцем, 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 что тоже не всегда удобно, потому что не всегда белок-то пальцем отсоединяется. Но если вы используете такой лайфхак, очень хорошо потрясете яйцо, трясти долго его не надо, его нужно трясти интенсивно, и звук как будто бы жидкости внутри яйца даст вам понять, что да, сейчас ваш лайфхак сработает. Потом вы разбиваете яйцо удобным и привычным для вас способом, и вы увидите, что на скорлупе не останется абсолютно никакого количества белка. Следующий мой лайфхак связан, и я выносила его в отдельное видео, это маска из белка, маска наподобие папье-маше. Кто в детстве делал, совершенно точно вспомнит. Необходимо взять небольшое количество белка, которое раньше у меня оставалось на скорлупе, и многослойно наслоить бумагу, смоченную в яичной скорлупе, что дает эта маска. Примерно 4 слоя я делаю, возможно 5 сделать. Эта маска очень хорошо вытягивает прежде всего черные точки. Белок очень хорошо абсорпирует любую грязь, но черные точки он тоже с ними может справиться. Кстати, многие мне писали, что Яна, спасибо за такой лайфхак, за такую маску, много что перепробовала, но вот маска с белком действительно сужает поры. А маска сделанная вот таким образом с туалетной бумагой, с кусочком туалетной бумаги, можно взять не толстую, не плотную салфетку, которую мы имеем на кухне, вы можете ее порезать аккуратно, а можете порвать руками, что обеспечит вам лучшее прилипание. Если вы, допустим, делаете такую маску на нос, то, в общем-то, вы увидите, что когда вы рвете бумажку, когда вы рвете салфетку, это несколько даже удобнее для дальнейшего распределения продукта. Эта маска сохнет долго, она сохнет даже не 30, а то и 40 минут, но все зависит действительно от того, насколько обильно вы смочили кусочки бумаги вашим белком, точнее не белком, а яичным белком, и все зависит от того, сколько же вы наслоили слоев. Я обычно делаю 4-5 слоев. И необходимо, внимание, в этой маске дождаться полного высыхания. Эта маска работает, этот лайфхак работает только если вы дождетесь полного высыхания. Если вы снимете непросохшую маску, то, в общем-то, особого эффекта вы не увидите, просто кожа будет действительно поры сузиться. Но чтобы действительно вытянулась грязь, вытянулся жир подкожный, подсальный, даже не знаю, как это назвать, чтобы вытянулся жир, необходимо дождаться полного высыхания. Поэтому не нужно слишком мочить и не нужно делать слишком много слоев. Следующий лайфхак. Кто сталкивался с тем, как сложно отделить белки от желтков, в особенности, если это нам нужно, прямо-таки по рецептуре. Я, например, особо не занимаюсь выпечкой, которая требует отделения белков от желтков, но я очень часто делаю яичницу самую обычную, и мои дети не едят желток. А я, наоборот, ем только желток. И для меня этот лайфхак – это просто спасение, потому что теперь я могу отдельно положить белки, распределить на сковородке, отдельно пожарить желтки. Что нужно сделать? Необходимо взять бутылку. Но, внимание, бутылка должна быть из достаточно пластичной пластики, и бутылка должна быть с не очень широким горлом. То есть она должна быть как будто бы, она должна как будто бы заушаться. Вот бутылка, которую я вам показываю, оказалась у меня совершенно случайной, но, тем не менее, это идеальная форма бутылки. Бутылка, которая очень широка рядом с горлышком, этот лайфхак осуществить сложно. Что вы делаете? Вы просто зажимаете бутылку, и как пипеткой, как пипеткой, посмотрите, как легко заходит туда желток. Вы просто его втягиваете. Таким же образом вы его переносите в другую емкость. И поверьте, этот лайфхак настолько удобен, настолько прост, что желток никогда не травмируется. Это уже сколько раз я использовала, желток не травмируется, и желток с бутылком никак не смешивается. Очень и очень удобно. Ну и последний лайфхак. Я использую его достаточно часто. В особенности в прошлом использовала часто, когда мои дети ели блины. И блины я делала на молоке. Сейчас многие знают, что молоко мы исключили из рациона, из детского в том числе. Но, тем не менее, я уже в своем видео показывала, что вот такая простая хитрость. Вы берете бутылку, здесь подойдет любая бутылка, вы берете воронку. И, внимание, засыпаете все ингредиенты, которые необходимы вам для теста. Но на самом деле вы можете таким образом взбивать и бисквит, не только блины, либо оладьи. Но есть одна хитрость. Пожалуйста, сначала засыпайте сухие продукты, потому что если вы сначала зальете воду молоком, либо яйца отправите внутрь бутылки, вы понимаете, что потом все сухое будет прилипать на влажную воронку. Поэтому, пожалуйста, сначала мука, потом сахар, если необходим по рецептуре, какао-порошок, допустим, либо соль. И только потом отправляйте мокрые, либо влажные продукты. Если они не проходят, то необходимо взять оборотную сторону ложки, либо вилки, в общем-то, проткнув, допустим, желток, как было в моем случае. Хотя, на самом деле, если подождать, то и желток потом опускается. Но если вы торопитесь, вы можете проткнуть. И, соответственно, все продукты легко уходят непосредственно в бутылку. Потом плотно закрываете бутылку и делаете, как делают бармены. Вы просто взбиваете все, что вам нужно взбить, все до нужной консистенции. Могу сказать, что тесто получается прекрасно взбитым. У теста появляется та пена, которая появляется очень часто только, когда мы работаем при помощи миксера. Ну и потом, в общем-то, вы переливаете непосредственно туда, где вы будете выпекать. В моем случае это была сковородка, я пекла блины. Но, повторюсь, это может быть также и тесто для бисквита. Кто знает рецепт зебры? Это рецепт торта, который делается из двух цветов теста. Представляете, как удобен такой лайфхак? В одной бутылке у вас тесто шоколадное, в другой у вас самый обычный бисквит без шоколада. Вы все легко можете смешать, сделать любой рисунок. Поэтому этот лайфхак очень-очень удобный и очень-очень рабочий. Ну что ж, дорогие зрители, вот такие лайфхаки на сегодня, которые связаны с яйцами. Очень скоро я сделаю видео, но на самом деле, как только у меня продырявится, прохудится, как говорится по-русски, какая-нибудь перчатка, в которой я обычно убираюсь, либо мою посуду, я обязательно вам покажу несколько действительно классных стоящих лайфхаков, которые работают, я их уже проверила. И кто подписан на мой канал, давно знает, как сильно я люблю лайфхаки. Полезные советы мы говорим по-русски. Что ж, увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . . Спасибо. . . . . . .